Уважаемые кузнечане, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции постановлением губернатора Пенинской области с 31 марта установлена обязанность граждан соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания, пребывания за исключением в случае обращения за экстренной медицинской помощью, в случае в иной прямой угрозе жизни и здоровью, в случае в следовании к месту осуществления деятельности или работы, которая не приостановлена. В иных случаях жители города могут покидать свои жилища с целью посещения ближайших мест приобретения продуктов, питания и товаров первой необходимости, реализация которых не ограничена выгол у домашних животных на расстоянии, превышающем 100 метров от места проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил установлена административная уголовная ответственность. Названное ограничение не распространяется на работников государственных органов, органов местного управления, в случае оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, а также сотрудников организаций, жилищно-коммунального хозяйства. Администрация города Кузнецка и иные органы местного управления продолжают свою работу, поскольку являются органами власти наиболее приближенными к населению и призваны решать вопросы местного значения в этот сложный период. Руководителям организации, продолжающим свою деятельность, рекомендуем выдать своим сотрудникам документы, подтверждающие свою трудовую деятельность, разрешенную в режиме повышенной готовности. Образцы справок таких будут размещены на сайте администрации. Индивидуальным предпринимателям, которые сами занимаются своей деятельностью, при себе необходимо иметь копии ОГРНИП. На организации вот этой деятельности мы даем 2 апреля, с 3 апреля наличие этих справок должно быть на руках. Особенно обратите внимание на лиц, которые имеют не кузнецкую прописку, но работают у вас на предприятиях, организациях и нужны в этот период. Также волонтеры и лица, оказывающие волонтерскую помощь, сами могут обратиться в администрацию по каналам электронной связи, либо по телефону. Мы обеспечим вас соответствующими удостоверениями, чтобы у вас тоже не возникало вопросов при перемещении по городу. Наши требования законны, их несоблюдение влечет ответственность по законодательству Российской Федерации. Некоторые пытаются подискутировать на тему юридической техники, я не рекомендую сейчас этим заниматься. Все наши действия направлены на защиту самого главного права человека, права на жизнь и на здоровье. И советую поэтому всем выполнять без лишних разглагольствений те предписания, которые сейчас озвучены. Подвигов сейчас, кроме как от врачей и сотрудников экстренных служб, ни от кого не требуется. Надо просто соблюдать режим самоизоляции. Еще раз настойчиво рекомендую контролировать своих детей и подростков. Стайки, так скажем, молодежи по городу фиксируются. И в этой связи у родителей могут возникнуть проблемы. Мы этими вопросами совместно с полицией занимаемся. Также предупреждаем молодежь, которая, так сказать, особенно в вечернее время устраивает покатушки на воздухе. И хозяев заведений типа, например, кальянных. Мы ситуацией в городе владеем, и я предупреждаю, что можно неудачно покурить на несколько десятков тысяч рублей штрафа и при остановлении деятельности. Не доводите до этого. По линии социальной защиты хочу сказать, в связи с тем, что в связи с решениями федерального уровня на период борьбы с коронавирусом выплата ежемесячного пособия на ребенка в размере 316 рублей будет осуществляться без дополнительного предоставления документов. Предоставление ежемесячных пособий на питание беременных женщин и кормящих матерей будет производиться с использованием электронных межверсных запросов по заявительному принципу. Надо обозначиться в социальную защиту через электронную приемную, либо по телефону. Предоставление мер соцподдержки по продлению группы инвалидности будет осуществляться по сведениям бюро медико-социальной экспертизы автоматически, но с последующим представлением копий справок МСЭ. Граждане, получившие группу инвалидности впервые, обязаны обратиться в отдел социальной защиты за назначением по телефону 31487. Пока по телефону, а в последующем предоставить уже полный пакет документов. По мерам социальной поддержки федерального уровня разъяснения будут даны позже. Пока у нас точного механизма доведения этих мер до вас нет. Что можем, мы довели. Все ведем себя адекватно обстановке. Пока в городе вирус не зафиксирован. Единичные заносы вируса в принципе возможны, но благодаря тем мерам, которые мы принимаем, если такое вдруг случится, то мы рассчитываем на то, что удастся избежать широкого распространения инфекции. Вместе мы с этой проблемой, как и со многими другими, справимся. Будьте здоровы!